На днях прошел круглый стол, посвященный 150-летию Парижской коммуны. Он проходил в рамках марксистского кружка города Владивостока. И ряд товарищей задавали вопрос, а в чем актуальность Парижской коммуны? 150 лет прошло, продержались они всего 70 дней, собственно, ни о чем. У нас есть гораздо более нужные, полезные, современные меры, которые ближе к нам, они более действуют. Те же большевики продержались уже не 70 дней, а 70 лет, так лучше уж их опыт изучать, зачем тратить время на каких-то там французов. Что на это можно ответить? Первое, конечно, что приходит на голову, это фраза Ленина о том, что коммунистом может стать лишь тот, кто полностью обогатит свои знания всем человеческим опытом, накопленным за предыдущее время. Ну, отделаться цитатой будет, наверное, неправильно, поэтому, наверное, стоит добавить следующего. Такой аспект очень интересный, в чем уже актуальность Парижской коммуны. Дело в том, что большевики активно изучали этот опыт, и ошибки, которые были совершены тогда в Париже, они эти ошибки учитывали. Эти ошибки, проанализировав, осмыслив и пересмотрев, большевики не совершили уже во время своего прихода к власти, и продержались поэтому гораздо дольше, чем Парижская коммуна. 70 дней и 70 лет – это, мягко говоря, очень разный период исторический. Поэтому, если мы хотим прийти к власти и удержаться больше Советского Союза, не 70 лет, а 700 лет до, допустим, нового стадии общества, когда мы перейдемся к коммунизму и заселим Марс, допустим, мы должны, во-первых, все ошибки большевиков учитывать, чтобы их не совершать, не повторять, а во-вторых, не забывать про ошибки, которые были совершены Парижской коммуной. Потому что, забыв о их ошибках, мы их можем повторить. Думаю, всем известна поговорка, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Поэтому изучаем чужие ошибки, учитываем их. И когда шанс выпадет нам, у нас будет возможность не совершать эти ошибки. Ошибки, совершаемые в таких масштабах, они приводят к очень кровавым последствиям. На круглом столе посмотрите доклады, там говорили, да, после того, как пала Парижская коммуна, там расправлялись со всеми, до кого только смогли дотянуться. До родственников, детей, жен, стариков, до всех. Всех, кого просто хотя бы могли заподозрить в том, что он совействовал в Парижской коммуне, его за это убивали. Очень кровавым способом. Поэтому, учитесь на чужих ошибках, изучайте, обогащайте свои знания всем предыдущим опытом, накопленным человечеством, и победа будет за нами. Продолжение следует...